всем привет меня зовут марина я приветствую вас на своем канале сегодня будет видео о тональных кремах моей косметички то чем я пользуюсь ежедневно по сезонам конечно я их еще использую смотрю как они справляются со своей задачей и было немножко больше но убавилось потому что я подарила и как бы маленько стало меньше и так что хочу сказать добавить все тональные крема которые будут представлены видео это люксовых марок потому что перешла на люксовые так как масс-маркет очень редко можно найти тональный крем который действительно справляется со своей задачей которые в течение дня не плывет не скатывается и ваш тон не блестит особенно у кого жирная комбинированная кожа это очень тяжело подобрать тональный крем нужно как будет тестировать пробовать смотреть как он на лице чтобы ваш макияж был в течение дня идеальный ну вот как бы то что я подобрала для себя меня целиком и полностью устраивает итак начнем первый тональный крем который я уже покупаю не первый раз это тональный крем марки эстеллаудер на дубл в покупаю во второй раз почему во первых первый я брала по моему в прошлом или позапрошлом году тон был у меня немножко темнее было лето этот я уже купила по зиме немножко отличается оттенок светлее он что хочу сказать он идет вот такой вот выкручивающим то есть пальчиком я наношу без кистей без всяких уховов без всяких спонжика просто руками чистыми руками я его растушевываю консистенция у него такая средней густоты достаточно плотная текстура когда вы наносите на лицо отлично все маскирует замазывает все ваши проблемные участки ну естественно как бы любой тональный крем я советую вам наносить на увлажненное лицо чтобы тональный крем лучше распределялся то есть нигде не скажем так не фиксировался чтоб ровненько все у вас сложилось защита у него спф 10 но это достаточно мало поэтому я говорю что я использую его зимой и весной в основном стараюсь пользоваться им мне очень нравится можно купить кстати она отдельно дозатор у него продается если нужно дополнительно чтобы вам как бы удобнее было наносить очень классный у меня оттенок кстати скажу вам десерт бишь но сейчас у меня лицо как бы под загорел а он такое как бы я бы его назвала светло-бежевым вот такой вот оттенок без всякой розовинки без всякой желтинки он просто светло-бежевый оттенок вот классный тональный крем следующий тональный крем который и я уже использую очень давно тоже это марка шанель он как бы идет с эффектом матовости но тем не менее придает лицо лицо придает такое как бы сияние ну не сияющий такой цвет знаете со светоотражающими частичками а именно такое как будто ваше лицо увлажнено напитана вот скажем вот так вот такой красивый у него оттенок матовый получается защита у него тоже spf 15 тоже маловато для лета но тем не менее оттенок единственный оттенок для меня темнова ну он у меня уже почти скоро закончится я думаю что там совсем немного осталось но тут не видно тоже классно маскирует для жирной комбинированной кожи это прям находка я очень довольна вот этим тональным кремом он идет с дозатором кстати он не откручивается очень мне нравится текстура у него достаточно плотная плотнее чем здесь слегка такая пластилинистая я скажу я но я бы так сказала у меня оттенок 30 беж но темноватый на лето хорошо темнова для меня потому что шеи идет границы хотя я им очень долго пользовалась не на раньше кого не замечала теперь почему-то замечаю как то вот так такая ошибка вышла очень мне нравится очень классный тональный крем стойкие в течение дня не нужно ничего подправлять ничего замазывать где-то там подпудривать ну как бы я бы не стала по штате он достаточно такой плотный это же с эффектом немножко пудровости идет классный тональный крем следующий тональный крем который я забраковала и забросила в дальний угол он мне не понравился я была разочарована хотя у него столько положительных отзывов но он мне не понравился понравился он мне летом я случайно его решила нанести думаю попробую как он покажет себя сейчас может быть я ошибалась хотя я его неоднократно уже наносила пробовала но не срасталась у меня с ней никакой дружбы и летом я попробовала его нанести потому что видимо кожа сама по себе достаточно такая летом жирноватая помимо того что я пользуюсь увлажняющим кремом тем не менее кожа такая все равно свое как бы увлажнение у нее есть нет не сушит ее так как зимой и он у меня лег на лицо просто отлично это тональный крем марки кларанс он заявлен как устойчивый защита у него тоже маленькая spf 15 классный тональный крем летом то есть лето мне он очень понравился зимой нет почему потому что он с эффектом подсушивания вот я бы его так назвала потому что когда вы его распределяете вы чувствуете такое ощущение будто вы на лицо наносите не тональный крем а какую-то как бы это правильно сказать не засохшую буду вот такой у него эффект статья первый раз встречает такой тональный крем вот я уже немного немало перепробовала но первый раз я вот такой тональный крем с таким эффектом то есть у нас только быстро матирует ваше лицо что он подчеркивает если у вас где-то есть какие-то шелушения какие-то изъяны на лице все будет это видно абсолютно то есть я пробовала и на увлажнение на праймер и как я его только не пробовала зимой наносить но никак не получалось то есть мне не нравилось как он у меня ложился а летом просто на ура вы знаете мне он очень так понравился лицо красивая с сияющим эффектом очень плотная текстура у него кстати тоже он идет с дозатором и помимо этого если он у вас заканчивается вы можете спокойно капельки последний из него как бы дожать ну вот летом он хорош на зиму нет даже несмотря на то что у меня кожа комбинированная местами жирная он все равно как бы себя плохо очень проявил поэтому присмотритесь но единственно если кожа жирнее у кого-то даже и зимой очень сильно то как бы да в принципе тогда это просто отличный вариант для очень жирной кожи вот такой вот тональный крем следующий тональный крем это вот такой у меня как бы маленький такой как бы пробничек я не знаю как это правильно сказать марка make up forever оттенок даже не знаю какой оттенок 225 что ли ну как бы я его не совсем поняла скорее всего потому что оттенок очень светлый для меня поэтому я его пробовала всего один раз и как бы особой информации ничего не могу вам про него сказать единственное я могу вот сейчас на руку наносить такая достаточно средней густоты средний такой неплохо такой в меру густой в меру жидкий такой нормальный тональный крем кстати растушевывается очень хорошо но такой аромат неплохой в принципе у него почти без одушки и и так следующий тональный крем это dior марка dior называется forever skin glove это тоже тональный крем 2 по счету этой марки у меня первым я тоже был какой-то forever но если честно и название достаточно не помню это новиночка в линейке представлено 28 оттенков так что есть из чего выбрать просто я даже не знала из чего мне выбирать какой мне оттенок выбрать потому что все покупается онлайн магазине где естественно я не могу возможности попробовать и благодаря отзывам сравнениями так далее и так далее и так далее я подбираю себе оттенок да все тональные крема кстати у меня куплены без за теста то есть я покупаю только ориентируясь на отзывы ну вот как то так доверяясь своей интуиции и покупаем да не люблю покупать в магазинах почему потому что даже несмотря на то что там пробуешь там смотришь есть возможность даже нанести на лицо но все равно невозможно настолько понять потому что дома вы где-то увлажнили где-то нанесли праймер где-то что-то там еще то есть но все тонкости и только дома вы можете понять насколько тональный крем вам подходит стопроцентно поэтому магазине даже я пробовала но мне это ничего не дало и ничего не поняла итоге я плюнула и покупать при только то до ошибка единственное что возможность ошибиться но как-то вот как-то так вот тут у меня это пока проносила следующий тональный крем вот я повторюсь марки dior он идет тоже с дозатора тоже он открывается классный вот знаете я просто уже неоднократно 2 тональный крем этой марки и мне он очень нравится прям очень у dior реально классные тональные крема этот тон у меня 2 и 5 н он идет с эффектом сияющей кожи скажем так вот сейчас он нам не у меня хайлайты так вот тональный крем очень классно маскирует придает лицу видите у меня как бы кажется как будто лицо жирноватая на самом деле нет она вот именно дает тональный крем такой эффект то есть как бы с эффектом сияющей кожи как вторая кожа на вас ложится маскирует просто на ура все ваши проблемные участки увлажняет очень хорошо вашу кожу не сушит тоже густо я не помню говорила или нет средней густоты он отлично распределяется классный тональный крем я прям очень рада что я его выбрала единственная не знала какой мне выбрать оттенок потому что и 28 представляете и как я должна как определиться в общем по отзывам благодаря отзывам я все-таки определилась с оттенком на лето этот оттенок не отлично подошел то есть как бы слился с моей кожи и вы классно у него очень приятный такой аромат такой фруктовенький такой фруктовенький аромат у него приятный очень не нравится это их новиночка так что неоднократно уже рады что покупаю тональный крем этой марки и вам кстати советую тоже и вдобавок хочу вам показать я уже показывала в прошлом как-то видео про макияж это пудры которые у меня есть пудра которую я тоже использую летом это пудра марки шанель вот с такой кисточкой все тут красиво открывается не буду вам показывать там у меня уже она под заканчивается пудра с эффектом сияния как же я обожаю эту пудру вы знаете она лицо делает эффект холеной кожи скажем так как будто вы где-то отдохнули ваше лицо напиталась увлажнилась под загорел и наносите эту пудру она так красиво мерцает она красиво так знаете скажем так все ваши недостатки кстати она очень легкая очень такая найти вуальная пудра вы когда наносите и кажется что вы такой волшебной палочкой вот покрываете свое лицо просто я даже наносила его ее без тонального крема очень красивое лицо становится у девочки не пожалейте денег приобретите себе эту пудру но я и пользуюсь только летом ну или подчеркнуть как бы скулы в виде хайлайтера потому что она со светоотражающими частицами это пудра очень красивое лицо становится мне очень нравится эта пудра но оттенок у меня такой загорелой кожи кстати у них там в линейке представлены оттенки посветлее в общем такая классная пудра и кстати она смотря на то что она такая достаточно легкая она тем не менее она скрывает недостатки где-то пятнышки где-то что-то потому что за счет своей вот этих светоотражающих частиц свойство такое перекрывание ваших проблем проблемных зон скажем так ну и вторая у меня такая бюджетная пудра по сравнению с остальными это пудра марки лориаль кстати неплохая пудра это уже я тоже не помню сколько раз я покупала пудрой она у меня виде дорожного варианта всегда с собой за счет зеркальца тут идет спонжик и отдельно как бы то есть не все вместе это лежит отделение для спонжика у меня оттенок 160 песочно-бежевый он такой достаточно я бы его назвала не песочным но он для меня больше светло-бежевый оттенок неплохая текстура кстати у нее она такая тоже достаточно легкая но тем не менее она стойкая и маскирующие неплохо лицо кстати написано до столько 24 часа мотирование и комфорт ну в общем неплохая на пудра достаточно неплохо держится на лице кстати я и спасибо что меня смотрели спасибо что оставались со мной на протяжении этого видео желаю всем позитивных эмоций приятных выходных подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить очередное видео добавляйте свои комментарии пишите какие тональные крема у вас любимчиков чем вы пользуетесь мне это очень интересно я буду рада почитать пообщаться и спасибо всем за обратную связь всем спасибо и пока